Давайте поговорим с вами о психологических аспектах. Нарушение пищевого поведения в данном случае будем рассматривать как вынужденное нарушение в период лечения и реабилитации. Давайте сориентируемся в терминах, что мы подразумеваем под пищевым поведением. Менделевич в 2005 году описал, человек, который с точки зрения психологии изучал эти вопросы, описывал, что пищевое поведение – это ценностное отношение к пище и ее приему. Стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса. Вспомните, пожалуйста, насколько отличается ваш привычный режим питания от питания в какой-нибудь экстремальной ситуации. Если у нас умеренная какая-то стрессирующая нагрузка, мы всегда, как правило, склонны переедать, а если нагрузка носит выраженный характер, то наоборот кусок в горло не лезет. Вот об этом идет речь, когда мы говорим о стереотипах питания. Ну и поведение, которое ориентировано на образ собственного тела и деятельность по формированию этого образа. Совершенно субъективный показатель, который достаточно сильно влияет на то, как мы воспринимаем ситуацию ограничения пищевого поведения. Пищевое поведение включает в себя наши с вами установки, формы поведения, привычки и те эмоции, которые у нас с вами касаются еды. И этот рисунок, он индивидуален для каждого человека. Есть, конечно, какие-то обобщения, можно все это в типологию выкладывать, но так же, как только что коллега говорила, и Татьяна Юрьевна говорила, каждый раз эта ситуация должна рассматриваться сугубо индивидуально. Ну, просто для того, чтобы не было перекосов и чтобы мы не сравнивали свои результаты с результатами кого-то другого. Пищевое поведение может быть как гармоничным, то есть адекватным ситуацией, так и девиантным, то есть отклоняющимся, например, обжорство, это явное девиантное поведение. Тогда как адекватным и гармоничным будет в ситуации заболевания какое-то выраженное изменение своего пищевого поведения. Почему это важно? Мы же с вами говорим об эмоциональной составляющей этого важного аспекта нашей жизни, который связан с едой. Самое главное, вот все, кто ходили к психологу в разные годы, я вижу здесь знакомые лица разных лет, помнят, что самое главное, чему мы вас учим и чему учимся сами, это не пугаться тех изменений, которые мы наблюдаем за собой. Что-то меняется, это неизбежно, и важно не то, что происходит, а то, как я к этому отношусь. Я прошу прощения, мне кажется, у меня нет, это не то, мне кажется, хотели попросить машину переставить, но это не они. Итак, то, каким является пищевое поведение, зависит от иерархии ценности человека и от количества и качества показателей питания, но в первую очередь от иерархии ценностей, то, как я реагирую на изменения, в большой степени мне подконтрольно и подвластно. Если выходит так, что мне нужно свое пищевое поведение менять, брать под контроль в условиях, угрожающих моей жизни, иерархию ценностей можно пересмотреть. И тогда то, что происходит, не будет меня так дополнительно травмировать, как это было бы, если бы я не пересмотрел иерархию своих ценностей. Очень часто мы в обыденной жизни живем, чтобы есть, и довольно трудно перестраиваемся к той фабле, что вообще-то мы едим для того, чтобы жить. Потребность в пище – одна из первичных биологических потребностей. Биологически она направлена на поддержание гомеостаза. Описать фактор гомеостаза можно. На слайде вы, наверное, все это читаете и видите. Однако в раннем детстве мы усваиваем определенный стиль питания и усваиваем его в своей семье и в нашем ближайшем окружении. И тогда стиль питания начинает уже отражать не только потребности биологического характера, но еще и эмоциональные потребности, а также душевное состояние человека. Вот если в индивидуальной беседе мы начинаем обсуждать ситуацию еды, то очень хорошо всегда можно описать картину душевного мира этого человека. Итак, стиль питания формируется в самые ранние годы жизни. Буквально при прикладывании к материнской груди он начинает формироваться, и он играет важнейшую роль в эмоциональном состоянии человека. Так как удовлетворение чувства голода, вспомните, пожалуйста, в обыденной жизни, как часто вы испытываете чувство голода. Мы же с вами живем в те годы, в тот период. Это история человечества, когда чувство голода практически мало знакомо. Такой тотальный поиск пищи, он давно уже был преодолен. Итак, удовлетворение голода, которого мы, в общем-то, не знаем, пока, может быть, не заболеем, крепко увязывается с ощущением комфорта и защищенности. Например, если мать очень сильно занята, и ребенок долгое время во младенчестве ждет, когда чувствует голода и его удовлетвориться, у него уже начинает формироваться некоторый перекос. Он себя чувствует благополучно только тогда, когда после периода высокого уровня тревоги. И вот эта тревога, тревога младенца нарастает, хоп, он получил еду, и это здорово сразу фиксируется, и в дальнейшем у нас увязка происходит. Поел, значит, мне хорошо. Тогда мы начинаем что делать с вами? Начинаем кушать не потому, что мы голодны, а кушать начинаем потому, что мы нервничаем. А когда что-то нас ограничивает в этой возможности, таким образом удалить свой не физический, но эмоциональный голод, это пугает нас вторично. Это всегда касается смены, будьте здоровы, стиля питания, и, в общем, играет выраженную роль в саморегуляции. Вот если вы приходите на прием к психологу, в группу или индивидуально, то прежде всего, вот вы этот вторичный страх изменений нивелируете, обесцениваете его власть над вами. Давайте вспомним функции приема пищи. Ну, кроме поддержания гомеостаза, он дает нам релаксацию, получение прямого удовольствия от вкуса или от ситуации, в которой я нахожусь, позволяет нам активно друг с другом коммуницировать, на более высоких слоях личностных, самоутверждаться. Пища может быть престижной и может быть обычной, да. У кого-то там это макароны и картошка, а у меня вот икра с креветками. Я достиг в своей жизни чего-то. Но все это познавательный характер. Вспомните, когда мы путешествуем, мы пробуем разные, да это тоже доставляет удовольствие. Поддержание ритуала и привычки. Например, у кого из вас есть ритуал вечернего застолья. Да, ужин, вся семья собирается за столом. Ну, и выступает в качестве компенсации и награды, и фактора некоторой защиты. Например, женщина в декретном отпуске, да, у нее нет своих денег, а муж приходит, приносит продукты, питание, он защитник, он добытчик. Ну, и часто начинает уже удовольствоверять эстетические потребности. И понятно, что когда приходят какие-то изменения, в любой этот фактор привносятся, то человек может начать страдать. А нам с вами есть про что страдать, нам лишние страдания с вами ни к чему. Вот опять-таки, чтобы избежать этих лишних страданий, хорошо бы рассмотреть паттерны пищевого поведения и просто-напросто их пересмотреть. От чего-то можно с легкостью отказаться, что-то придется затратить некоторые усилия, потому что чем более ранние слои паттерна пищевого поведения, тем, конечно же, сложнее с ними взаимодействовать и их менять. Пища в большой степени в неголодные годы носит на себе печать психологических и социальных потребностей. То есть мы можем с вами разрядить психоэмоциональное напряжение, съев шоколадку или что я там люблю, получить чувственное наслаждение. Выступающая как сама цель – хочу чего-нибудь вкусненького. Тортик скушал, да, и порядок. Голодная я была, не голодная. Помню я, что от этого ситуация в моей жизни не улучшится. Тоже помню. Но что-то мною движет, да, помимо меня самого. Общение и самоутверждение, идентификация в среде. Я не ем баранину или, наоборот, я не ем свинину. Ну, в общем, это хороший, да, идентифицирующий фактор на почве религиозных, национальных и семейных традиций. Ну и все это лежит в основании, да, всего этого лежит. Компенсация неудовлетворенных потребностей в родительской заботе. И зачастую психоанализ глубинный и долгий, который мы вам не предлагаем, но он как раз призван зайти вот в это ядро первичной неудовлетворенности и рассмотрев его, нивелировать, опять-таки, его власть надо мной. Но в нашем контексте о психоанализе речи, конечно, не идет. А какие бывают, в принципе, нарушения пищевого поведения по международной классификации болезней в 10-го пересмотра? Нервная анорексия. Ну, я надеюсь, никто в этом зале с этим не был знаком. Ни в юности, ни в более поздние годы. Нервная булимия. Ну, кое-что в этом есть, да, кто из нас не переедал на нервной почве. Но это не доходило до уровня клинического заболевания. Это, как правило, все-таки просто переедание, ну, связанное с другими какими-то эмоциональными переживаниями. Чаще всего мы с вами живем в мире людей, которые так или иначе имеют нарушение пищевого поведения, эмоциогенного, экстернального или ограничительного толка. Давайте читайте слайд и прикидывайте, это про вас или не про вас, про кого из вас, экстернальное пищевое поведение. Связано с повышенной чувствительностью к внешним стимулам употребления пищи. Неответно чувство голода. Переедание за компанию. Пиццы я точно нажмусь в пабе больше, чем на ночь дома перекушу. Перекусы, покупки лишних продуктов. Буду есть, пока не закончится. Вот это точно про меня. Никогда не откажусь от еды. Возникновение сытости запаздывает по времени и ощущается исключительно как механическое переполнение желудка. Да, ведь это же очень существенное такое ощущение. И очень трудно его менять. И очень страшно, если оно меняется. Да, у меня есть внутренняя идея, что только так я нахожусь в безопасности. И вдруг мне не удается это почувствовать. Это может дополнительно вызывать мое эмоциональное напряжение. Но в случае, если я болен и не могу следовать своему поведению. Но эту взаимосвязь напряжения и изменения я могу разорвать. Эмоциогенное пищевое поведение характерно для 30% населения. Чаще характерно для полных эмоциональных женщин. Но встречается и у людей с нормальным весом. Опять-таки, стимулом к пище является не голод, а эмоциональный дискомфорт. Я нервничаю, я переживаю. У меня расширенная тревога. И я заедаю свой стресс. Еда выступает как способ обеспечить это самое удовольствие и успокоение. Ну и ограничительное пищевое поведение. Более характерно на самом деле для мужчин. Это и быточное пищевое самоограничение. Ну и дальше вы все это видите по слайду. Могу ли я его не зачитывать? У нас таких, по-моему, здесь меньшинство. Да? Понятно, что самое распространенное нарушение пищевого поведения приводит к ожирению. Его тоже лечат. И тоже лечат психологическими всякими способами. И ожирение – это следствие заученной неспособности к развлечению чувства голода и состояния тревоги. Но вот эта связка, развлечение чувства голода, состояние тревоги и вторичный страх от того, что мне недоступны мои привычные паттерны пищевого поведения, тоже лежат в поле психологической помощи, когда мы говорим о ситуации заболевания, которая влияет на мое пищевое поведение. Давайте рассмотрим, как может формироваться тот самый эмоциогенный тип пищевого поведения. Да, просто как пример. Он обычно формируется в тех семьях, где пища играет доминирующую роль, где она признана и главный источник удовольствия. И тогда любой писк и крик ребенка немедленно закармливается мамой или бабушкой чем-нибудь вкусненьким. Не происходит адекватного обучения эффективному поведению в период стресса. Там вырабатывается связка, когда мне плохо, я должен есть. И вот мне плохо, я болен, у меня тяжелое хроническое заболевание, и я помню, что я должен есть. Но есть, допустим, не могу. Значит, надо переучиваться. Если я понимаю, что мне это трудно и я страдаю от этого, и, да, может быть, дополнительная избыточность, страдаю, можно переучиться так реагировать на пищу. Есть особенности личности, которые вообще делают человека особенно уязвимым. Это склонность к тревожным реакциям, которые, в свою очередь, формируют некоторую неуверенность в себе. Ну, понятно, что здесь тоже психологическая помощь может быть вполне уместна, потому что я не ем или я не ем так, как привык. Это наращивает мою тревогу, это еще больше снижает уверенность в себе. Значит, нужно пойти к психологу, найти другие опорные точки уверенности в себе и переучиться ориентироваться на них, а не на то, что мне теперь, может быть, больше недоступно. Например, обжорство. Если вы приходите к диетологу или к психологу, в любом случае вы научаетесь различать типы нарушений, которые возникают. Это может быть временное или хроническое состояние. Может быть, совсем приходящее. Например, я беспокоюсь по поводу изменения пищевого поведения короче, чем целую неделю. Тогда это абсолютно реактивная норма. Я сам благополучно адаптировался, восстановился. Не знаю, каким образом. Ну, ресурсов много психических. И все у меня хорошо. Если это кратковременное нарушение от 1 до 4 недель, в сущности, это уже некоторый эпизод, который уже может стать достаточно устойчивым. Тогда лучше все-таки обратиться к специалисту, особенно если он под рукой. Я в стационаре. Здесь есть специалист такого профиля, и можно поработать в этом направлении. Ну, и хроническое – это более 1 месяца состояние. Вообще все эмоциональные состояния, которые не отпускают меня более 1 месяца, конечно, нуждаются в специализированной помощи. В данном случае психологической. Да, мы с вами умеем встречать психолога, врача, психотерапевта и психиатра. Все знают разницу. Психологи работают только с людьми в рамках нормы психической. Мы не можем и не должны, и у нас права такого нет, даже медикаменты назначать. Значит, если я имею какой-то эпизод эмоционального перенапряжения или дискомфорта дольше 1 месяца, то через еще пару месяцев, скорее всего, придется уже дойти до таблеток и обратиться к врачу-психотерапевту. Как правило, люди, которые до заболевания не имели психических нарушений, их, в общем-то, и не обретут. Если не было диагноза, то, собственно, его и не случится на фоне онкологического заболевания. Онкологические пациенты – это люди, психический статус которых никак не страдает. Но вот некоторые расстройства эмоциональные, они могут возникнуть. И тут вопрос в том, что либо мы поговорим про это, переоценим ситуацию, я буду лучше адаптироваться, и это будет в рамках психологических методов, либо я дотяну, и тогда уже дополнительное медикаментозное воздействие мне понадобится у врача-психотерапевта. К психиатру попадут только те люди, которые до хронического тяжелого заболевания рак уже болели психическим каким-то заболеванием. Вернемся к питанию. Если в обыденной жизни для людей с какими-то обычными отклонениями нарушения питания, мы говорим в основном об режиме дня, режиме питания, то, конечно, в условиях тяжелого хронического заболевания вступают такие причины, как побочные эффекты медицинских препаратов, может быть, даже болевой синдром, совершенно точно какое-то особенное переутомление на фоне принятия лечения или истощения организма. Поэтому имеет смысл, конечно, обращаться к специалистам, которые подготовлены в этой сфере и не приучены ее игнорировать. И это опять я к тому, что в НИИ Петровой есть такие специалисты. И призываю вас не игнорировать себя и задействовать этих специалистов, пока вы в стационаре, и это, в общем-то, даже и бесплатно еще ко всему. Итак, на фоне лечения, тяжелого лечения, неизбежно изменяется восприятие пищи. Это может быть какие-то интоксикационные моменты, просто изменение ощущения вкуса. Даже если зубы лечат, все равно во рту вкус меняется. Могут быть просверлены какие-то трудности глотания, трудности пищеварения и точно отрыв от привычного пищевого поведения, что может сформировать некую такую диетическую депрессию. И мы с вами уже про это поговорили. Почему это так? Потому что я привык эмоционально себя поддерживать за счет определенных навыков питания. Если они мне сейчас недоступны, это может обострять основные переживания по поводу течения моего заболевания. Возникают на фоне диетической депрессии, могут возникать сопровождающиеся симптомы, которые и так, в общем-то, могут формироваться на фоне заболевания. Вот нервозность, раздражительность, сонливость, вялость, слабость, постоянное чувство усталости, устойчивый сниженный эмоциональный тонус, устойчивая тревога, устойчивый страх. Это маркер того, что не пренебрегайте помощью выделенного специалиста, специально подготовленного онкопсихолога. Нет еще пока такой специализации, но направление, повышение квалификации такое есть. Например, Петрова готовит таких специалистов и работают такие специалисты. Наша с вами задача снизить психологический риск формирования страха, связанного вообще с приемом пищи, который может приобретать навязчивый характер. Мы, конечно, ни в коем случае не обойдемся без медицинской помощи. Раз уж мы пациенты, значит, в первую очередь мы должны обсудить все с лечащим врачом, с гастроэнтерологом. Ну и можем прийти за психологической помощью, и тогда будем брать под контроль свое пищевое поведение. То есть учиться разделять свои состояния, корректировать, привыкать к этой коррекции. Ведь навык, всегда очень важен навык. Вот я сейчас послушала, навык не сформировал. Один раз попробовал, навык еще не сформировал. Навык сформирован тогда, когда я даже не думаю об этом, но делаю так, и мне от этого легко. Вот этот навык изменения пищевого поведения, конечно же, абсолютно доступен, если я целенаправленно этим занимаюсь. Коррекция пищевого поведения происходит при вас вынужденном изменении образа жизни. Но можно пересмотреть и свой образ «я», и объективную самооценку, подрастить уверенность в себе за счет тех смежных областей, которые я внутри себя обычно не задействую, но они там есть, пересмотреть систему ценностей, потребностей и их иерархию. Ну, до кучи, если я, например, хожу в группу, увеличить свою способность к эмпатии и навыки эффективного общения, что вообще в жизни пригодится. Если вы приходите к специалисту нашего профиля, вы обсуждаете вот все это, да, в чем затруднения при приеме пищи и научаетесь правильно взаимодействовать с этими изменениями. Как правило, все это происходит в рамках краткосрочной когнитивной терапии, которая как раз и нацелена на выявление паттернов и переобучение навыкам. Наша с вами цель в работе – снизить беспокойство и тревогу по поводу возможных изменений, ну, в данном случае, пищевых. Задача – сформировать более осознанное пищевое поведение. И это может быть эффективно при уже сформированных чувствах тревоги и напряжении в связи с перечисленными изменениями. Ну, некоторые особенности, да, нашего взаимодействия. Как я могу себе снизить порог тревоги, если, например, она у меня нарастает. Вот, мы учимся, например, в том числе, да, ощущать себя в неком ресурсном месте и за счет этого получать снижение тревоги. Ну, в общем, есть разные техники. Мышечное расслабление, да, при нарушении глотания иногда спазм бывает, и тогда мышечное расслабление бывает достаточно эффективным. Но мы перешли уже с вами к каким-то частным случаям. Если вы все-таки решились не обращаться, а самостоятельно осваивать, да, адаптироваться к тем изменениям, которые пришли в вашу жизнь, то, пожалуйста, вот, выучите этот алгоритм. Да, вам тогда самостоятельно нужно будет проанализировать гигиену своего пищевого поведения, научиться минимальному анализу, взять под контроль режим дня, контроль времени, да, контроль объема приема пищи, научиться снижать тревогу самостоятельно и контролировать стимул. Как правило, это лежит в поле эстетики приема пищи. Придете к нам, значит, мы будем делать это вместе. Должна вам сказать, что психологи сами с собой тоже никогда не работают, а обращаются к тому специалисту в этой области, которому доверяют, потому что у нас есть поговорка «Глаз не может увидеть сам себя». Для качественного и более быстрого изменения нужен внешний нейтральный наблюдатель. и это, как правило, вот психология есть. Ну, на этом я закончу. Все устали, не буду вас мучить. Обращайтесь, мы вас ждем. Мы готовы с вами работать. Есть ли у вас вопросы? blirureб БОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГО ГОБАГЭРВИИ В FT